Здоровенький, амиго. Погнали, посмотрим видосик. Персидский язык. Персидский язык. В огромной индоевропейской семье языков выделяется индоиранская ветвь, а в ней иранская группа. Персидский принадлежит юго-западной подгруппе этой группы. И прежде чем перейти к собственному персидскому языку, посмотрим на его ближайших родственников. Точнее попробуем посмотреть, потому что их настолько много, что даже если мы, например, скажем, что в северо-западную подгруппу входят белучский, мазандеранский, гелянский, талышский и несколько курдских, все равно окажется, что какие-то языки остались без внимания. И да, во всей этой классификации не всегда точно ясно, кто здесь язык, а кто здесь диалект. Но такие трудности не повод сдаваться, поэтому перемещаемся в юго-восточную подгруппу, где больше всего носителей у языка пушту, который является одним из двух официальных языков Афганистана, а также имеет официальный статус в нескольких регионах Пакистана. А северо-восточная подгруппа представлена всего двумя языками. На Ягнобском говорят несколько тысяч жителей Таджикистана, а в относителей осетинского гораздо больше, и не так сложно найти на карте регион, где этим языком активно пользуются. Что же касается самого персидского языка, то им владеют около 110 миллионов человек во всем мире, однако больше всего он распространен в трех странах – Иране, Афганистане и Таджикистане. Только в каждой из этих стран официально является своя литературная норма этого языка, и все эти нормы называются по-разному. Это как если бы мы говорили не британский английский, американский английский, а просто британский язык и американский язык. Или если бы мы все четыре варианта сербо-хорватского называли разными словами. Хотя стоп, мы же так и делаем. В общем, ситуация с персидским немного похожа на то, что можно наблюдать в сербо-хорватском. Когда мы говорим персидский язык, или фарси, мы порой подразумеваем не все его варианты, а только один – тот, который является официальным в Иране и на котором говорят персы. Другие два варианта – дари и таджикский – являются литературными... «Ля, какая красота, ты посмотри! Ля, я когда-нибудь туда съезжу, посмотри, как красиво, ты только на это посмотри!» В Афганистане пуштунов хоть и больше, чем таджиков, но при этом именно дари выполняют роль языка межнационального общения для многочисленных народов этой страны. Тем временем на таджикском говорит не только большинство населения Таджикистана, но еще и немалая доля населения восточных районов Узбекистана. Особенно это касается таких городов, как Бухара и Самарканд, которые на протяжении многих веков играли огромную роль в развитии персидской культуры и персидского языка. Кроме того, носители... Это значит Самарканд. Ух ты ж, е-мое, ты посмотри. Таджикского проживают на территории Ферганской долины, которую в 20-е годы 20-го века вообще невозможно было как-либо нормально... О-о-о, ты просто погляди, а! Какие просто виды! Я бы, наверное, пока ехал бы на машине, тормознул бы, еще долго бы эти виды разглядывал. Какой кайф, ты посмотри! У-у-у, какая просто красота! Какая... ну, серьезно, какая это красота! ...разделить между национальными республиками из-за перемешанности всех со всеми. Так что даже то разделение, которое получилось в итоге, выглядит как-то сложно. Но мы уже явно поторопились. Прежде чем рассказывать подобные вещи, надо все-таки объявить название соответствующего раздела. История. До недавнего времени слова арий и арийцы использовались для обозначения всех индоиранских народов, потому что предки современных индоиранцев называли так сами себя. От того же корня происходят такие слова, как, например, Иран и Аланы. Так звали предков современных осетин. Но в 19 веке было распространено предположение, что все древние индоевропейцы называли себя арийцами, что стало основой для расовых теорий, а потом и состязаний в том, кто является наиболее чистым арийцем. Все это закончилось гибелью и страданиями десятков миллионов людей. Поэтому сейчас слова арии и арийцы используют реже и с большей осторожностью. Ну а теперь начнем рассказ, собственно, о персах. И идеальное место для этого – скала Бехистун в 525 километрах к западу от Тегерана. На этой скале высечен текст на трех языках – аккадском, эламском и древнеперсидском. Все три фрагмента текста записаны с помощью клинописи. Но расшифровка надписи показала, что древние персы позаимствовали у своих соседей лишь саму идею изображения звуков языка с помощью комбинации клинообразных штрихов. Что именно обозначает каждая комбинация, персы уже придумали сами. При этом знаки древнеперсидской клинописи могут обозначать как отдельные звуки, так и целые слоги. Так что это и не слоговая азбука, и не алфавит, а смесь первого со вторым. В бехистунской надписи речь идет о персидском царе Дарии I из династии Ахименидов, который правил с 522 по 486 год до н.э. При этом держава Ахименидов существовала с 550 по 330 год до н.э. И предок современного персидского языка, на котором говорили и писали в течение этого периода, назван учеными древнеперсидским языком. Потом пришел Александр Македонский. И это повод для того, чтобы сделать греко-латинское примечание. В русском языке сложилась традиция называть персидских царей и регионы, связанные с персидской культурой, исходя из того, как это принято делать в греческом или латыни. Мы говорим Кир, Дарий и Ксеркс, хотя на самом деле их имена были гораздо более похожи на Куруш, Дараявахуш и Хшаярша, а по трансаксане имеется в виду то, что чаще называют либо Мавераннахр, что вообще говоря звучит очень по-арабски, либо же Фарарут, что звучит уже прямо совсем по-персидски. Итак, мы посмотрели на державу Ахименидов. Теперь же посмотрим на державу Сассанидов, которая просуществовала с 224 по 652 год н.э. Официальный язык этого государства, среднеперсидский, был прямым потомком древнеперсидского и непосредственным предком современного персидского. Хотя помимо него в том безумном многонациональном государстве было еще огромное множество языков, среди которых в роли языка межнационального общения чаще всего выступал арамейский. Именно арамейское письмо стало основой для пехлевийского письма, которое использовалось для записи среднеперсидского языка. Но был еще один язык, который на тот момент уже был мертвым, однако его значение для государства было очень велико. Хотя, может, был не один, а два таких языка? Дальнейший рассказ просто невозможен без разговора о религии. Одной из древнейших религий мира является зероастризм, символы которого можно было увидеть еще на скале в Бехистуне. В этой религии пророка зовут Зератустра. Возможно, один немецкий философ вам что-то. Блин, вообще, я сразу скажу, я не шарю, я первый раз, ну, не разбираюсь, я первый раз вообще абсолютно это слышу. Кто-то про него рассказывал. Священная книга зероастрийцев называется Авестой, и она написана на языке, который больше вообще нигде не встречается. Более того, можно сказать, что более ранняя и более поздняя части Авесты написаны на разных языках, причем более ранняя часть и по языку, и по содержанию напоминает ригведу. Во времена правления сассанидов зероастризм расцвел и окреп, появилась централизованная зероастрийская церковь, а Авеста была кодифицирована и переведена на среднеперсидский. Ну а для точного воспроизведения священного текста Авеста в ритуальных целях была придумана еще одна система письма, основанная на пехоливийском письме. Ну а потом наступил седьмой век. Из запада в Персию пришли арабы. Причем не только со своей новой интересной религией, но и со своим совершенно неродственным персидскому языком. В конце седьмого века персидский утратил статус официального языка. Но зато, когда спустя два века он вновь приобрел высокий статус, началось такое. Да, это уже был немного другой язык, с другой письменностью и множеством свежих заимствований, но персов это вообще не смущало. И точно так же, как сейчас в России все читают рэп, так и в Персии тысячу лет назад все писали стихи. Причем реально. Все. Ибн Сина, он же Авиценна, некоторые свои научные труды написал в стихотворной форме. А Амар Хаям вообще настолько всех запутал многогранностью своего таланта. О, Амар Хаяма, я аудиокниги Амар Хаяма слушал. Кстати, советую. Кстати, советую. Достаточно интересные аудиокниги. Не, можно и саму книгу прочитать. Мне было удобно аудиокниги слушать. И я достаточно много прослушал аудиокниг Амара Хаяма. Там очень интересная философия у него. Достаточно очень интересная философия. И он достаточно известный человек. Что до определенного момента его наследие воспринималось как наследие двух разных людей. Научные труды одного талантливого персидского ученого и Руба И одного талантливого... Причем, причем я еще Амар Хаяма слушал еще в подростковом возрасте, ребята. Реально в подростковом. Это, блин, лет 10 назад, наверное, даже чуть больше. ...персидского поэта. Но персидская поэзия это не только Руба И, четверостишие, в которых рифмуются хотя бы первая, вторая и четвертая строки. Но также Касыда и Газели. А еще это не только Амар Хаям, но и Дакики, Рудаки, Низаме Генживи, Хафиз Шарази, Джалгаладин Руми, Саади и еще много-много-много других поэтов. Центральной фигурой в мире персидской поэзии, вне всяких сомнений, является Фердууси и его поэма Шахнаме. В этой поэме более 100 тысяч строк. И она считается самой длинной поэмой, принадлежащей Перу одного автора. И да, она целиком написана на персидском языке. Но кто были все эти люди, которые использовали персидский язык в творчестве? Были ли все они персами? Ну, не все. На территории распространения персидской культуры, а это большая территория, вбарился котел из арабов, различных иранских, индоарийских и тюркских народов. А потом ко всему этому многообразию еще и монголы прибавились, куда же без них. И вот что из этого вышло. Захирадин Мухаммад Бабур родился в 1483 году в Андижане. Сейчас это город на территории Узбекистана, недалеко от границы с Киргизией. Он был тимуридом по линии отца и чингизидом по линии матери. А своим родным языком он считал чагатайские тюрки. Это предок современных узбекского и уйгурского языков. Казалось бы, при чем здесь персидский? Сейчас все станет ясно, прошу немного терпения. Сначала Бабур попытался под своей властью объединить всю Трансаксанию, то есть Мавераннар, то есть Фараруда. Но проиграл борьбу за власть, покинул родные земли, захватил Кабул. Потом переключил свое внимание на Индию, где ранее уже существовали различные султанаты. И завоевал ее, забрав себе знаменитый алмаз Кохенур, название которого с персидского переводится как Гора Света. Так появилась на свет империя Великих Моголов, официальным языком которой, конечно же, стал персидский. Сейчас в Индии на многих зданиях, построенных в тот период, можно увидеть надписи на персидском. И на знаменитом Тадж-Махале эти надписи тоже присутствуют. Тем временем в Османской империи персидский язык тоже сначала был невероятно престижным языком, на котором говорило все высшее сословие и писались книги. Но если престиж персидского в Индии упал только в середине XIX века, когда британская королева забрала себе и Индию, и алмаз Кохенур, то в Османской империи османский язык все-таки гораздо быстрее вытеснил персидский во многих сферах жизни. Однако персидских заимствований в Османском было просто огромное количество. Таким образом, получается, что... Блин, я, к сожалению, про Османскую империю знаю не так много. Знаете, вот как ни странно, знаю благодаря такому сериалу, как «Великолепный век». Но я частично его смотрел. И, блин, только так я что-то узнавал. Ну, как бы о культуре и поведении. И вообще, в принципе, что происходило. Вот только из сериала. Что в определенный момент персидский был официальным языком сразу в трех империях. Здесь, здесь и здесь. Потом две из этих трех империй рухнули, а в третий несколько раз. Ну, хотя мне кажется, многие так и запомнили султана Сулеймана. Любого спроси султан Сулейман, он сразу тебе скажет. О, я знаю, я сериал смотрел там. Там еще Хюрем, султан и все дела. Здесь, здесь и здесь. Потом две из этих трех империй рухнули, а в третий несколько раз произошла смена правящих династий. В Персии у власти оказался Риза Шах Пехлеви, который посмотрел на персидский язык и решил, что надо тут навести чистоту и порядок. К слову, это происходило примерно тогда же, когда Мустафа Кемаля-Татюрк с аналогичными мыслями смотрел на турецкий. Но Риза Шах Пехлеви не стал внедрять латиницу. Зато он решил, что надо поменять название месяцев с арабских на персидский. В Афганистане названия месяцев остались арабскими, хотя календарь в Афганистане и в Иране до сих пор используют тот же самый. Кто же участвовал в создании этого календаря? Вот этот человек. Ранее упомянутый нами автор загадочных четверостишей Амар Хайям. Кстати, этот календарь точнее Григорианского. И год в нем начинается с Навруза, праздника, который отмечается далеко за пределами распространения персидского языка. Что еще сделал Риза Шах Пехлеви? В 1935 году он попросил всех называть его страну не Персией, а Ираном, ибо сами персы называют ее Ираном. Но еще интереснее дела в те времена обстояли в СССР, где появилась Таджикская ССР с таджикским в роли официального языка. Начались эксперименты с письменностью. Сначала это была латиница, практически та же, что и для тюркских народов. Потом была введена кириллица, которую таджики Таджикистаны и Узбекистаны используют до сих пор. Одни считают, что эти эксперименты отрезали таджиков бывшего СССР от их культурного наследия, и что надо обязательно возвращаться к письму на основе арабской графики. Другие видят в советских экспериментах с письменностью положительные моменты. При использовании персидского письма обычно пишутся отнюдь не все гласные, тогда как запись латиницы или кириллица и точнее отображает произношение слова. Поэтому переходим... Опа. ...ход на более фонетический... Я так просто хотел прочитать, что там написано. ...запись латиницы или кириллица и точнее отображает произношение слова. Поэтому переход на более фонетически точные системы письма помог повысить грамотность среди таджикского населения СССР. В общем, споры идут, согласия нет, поэтому и перемен пока тоже нет. Фонетика и орфография. Персидский язык не приходится родственникам арабскому, однако письменность досталась персам именно от арабов. Так что да, они пишут справа налево, указывают не все гласные и очень часто соединяют буквы между собой даже в печатном тексте. А сами эти буквы могут менять свой внешний вид в зависимости от положения в слове. Правда, есть значительные отличия в том, как пишут персы и как пишут арабы. Прежде всего, современные арабы уже довольно давно предпочитают использовать четкий и ровный шрифт НАСХ, а вот персам до сих пор безумно нравится шрифт на столик. Конечно, он красивый, но только набирать эту красоту на компьютере не всегда просто. Набор согласных в арабском и персидском не совпадают, поэтому в персидском языке некоторые звуки могут быть обозначены разными буквами, и иногда совершенно непонятно, почему в некоторых словах появляется именно та, а не иная буква. С другой стороны, персы придумали несколько букв для обозначения тех звуков, которых нет в арабском. Помимо этого, буквы кяв и я отдельно и на конце слов персы пишут не так, как арабы, хотя в остальных позициях между арабским и персидским написанием этих букв расхождений нет. Еще в персидском есть несколько приставок и окончаний, которые не должны связываться на письме с основной частью слова. Иначе говоря, после приставки или перед окончанием должно стоять то, что по-английски называется zero-width non-joiner. Это символ без какого-либо графического представления, запрещающий соединение тех символов, между которыми он стоит. Например, в слове meconim последняя буква приставки выглядит так, как будто на ней слово уже заканчивается, хотя после нее слово продолжается без пробела. Похожее преобразование происходит при добавлении окончания множественного числа. В слове горби-хо последняя буква основы не соединяется с окончанием. Теперь о гласных. В фарсии их шесть, из которых три, о, и, у, по историческим причинам считаются долгими и обозначаются на письме. А еще три, э, и, о, считаются краткими и обозначаются на письме только если они оказываются в конце слова. Иногда можно использовать значки над и под буквами, чтобы избежать неправильного прочтения слова, но подобная практика встречается не так часто. Как раз в системе гласных наиболее заметно различие между тремя литературными нормами персидского языка. Мы только что видели систему гласных в иранском фарсии. В Дариже эта система более архаична. Совсем все интересно становится в таджикском, потому что там уже добавляется звук «э», обозначаемый буквой «у» с горизонтальной чертой наверху. И это не единственная буква, которая присутствует в таджикской кириллице и одновременно отсутствует в русском алфавите. А возвращаясь к вопросу о гласных, заметим также, что из-за сдвигов гласных некоторые слова произносятся по-разному в иранском фарсии и в таджикском. Например, это слово в иранском фарсии будет звучать как «чайхоне», а в таджикском это уже будет «чайхона». Грамматика. Чаще всего, если вы видите язык, в котором нет категории рода, это не индоевропейский язык. Персидский язык является исключением из этого правила. Он индоевропейский, а категории рода в нем нет. А еще там очень легко образуется множественное число существительных. Одно окончание для неодушевленных существительных – «чехре», «чехре-ха», второе для одушевленных – «мерд», «мердон», хотя его иногда можно заменять первым и сказать «мердхо». Всю эту сверхлегкую систему немного портит арабские заимствования со своих сверхсложной системы образования множественного числа, хотя некоторые слова все-таки постепенно сдаются и начинают склоняться по персидской модели. В персидском языке можно связать между собой два существительных с помощью эзофея. Название, так же как и суть явления, напоминает эзофет в турецком и едафу в арабском, но тут есть свои особенности. На русский подобные словосочетания чаще всего переводятся с сохранением порядка слов, однако в сочетаниях из двух существительных, вроде «брат», «друга», у слова «брат» будет окончание, а слово «друг» будет без окончания. Бра-даредуст. Блин, я так... Примеры словосочетания «эсмэ зиба» и «эсмэ шума». Обычно прибавляемые к существительным окончаниям эзофея не отображаются на письме, но возможны исключения. Например, окончание «е» после окончания множественного числа «хо» всегда заметно. «Эсм хо я зиба». Падежей у существительных почти совсем нет. Большинство связей выражаются либо с помощью предлогов, либо с помощью эзофея. Разве что есть слово «ра», которое часто надо ставить после прямого дополнения, чтобы показать, что это было прямое дополнение. Например, «инкитобро хэридэ». Обычно спряжение глаголов – это самый страшный раздел в грамматике любого языка, но перцы постарались сделать так, чтобы даже тут проблем у изучающего персидский было совсем немного. Итак, у каждого глагола есть две основы. Да, они порой очень сильно не похожи друг на друга, но почти все глаголы в персидском спрягаются одинаково. Надо всего лишь знать эти две основы. Понятно, что глаголы «быть» и «иметь» ведут себя не по правилам, но общее количество нарушителей порядка весьма невелико. Это вам не английский. Более того, в персидском очень часто можно встретить составные глаголы. Достаточно взять какой-нибудь существительный или прилагательный и поставить после него глагол «кэрдэн» – «делать» или «шодэн» – «становиться». Например, со словом «гом» можно составить словосочетание «гомкэрдэн» – «терять» и «гомшэдэн» – «теряться». Иногда можно использовать и другие глаголы, например, из слов «яот» – «память» и «гэрэфтэн» – «брать», можно сделать глагол «яотгэрэфтэн» – «учить». Действительно, зачем делать из существительного глагола, если можно просто выбрать уже существующий глагол и употребить его после существительного? После всего этого начинает казаться, что в персидском все совсем просто с грамматикой и нет совершенно никаких подвохов. Сложности могут возникнуть лишь когда дело дойдет до диалектов, и для того, чтобы их услышать, не обязательно подниматься высоко в горы. В последнее время набирает популярность диалект Тегерана. Его все чаще можно услышать в песнях, видеоблогах и развлекательных передачах. Одна из особенностей этого диалекта – стремление к стягиванию основ самых распространенных глаголов. Так, например, глагол «таваунастэн» в Тегеране превращается в «тунастэн». Лексика. Да, в персидском много арабских слов. Но называть персидским родственником арабскому все равно, что называть татарским родственным русскому. То есть, странно. По-своему немножко перемешано, да? Одинаковая основа для систем письма и наличия общей лексики еще не говорят о родстве языков. Не, но друг друга они понять могут. Это вот примерно как в Узбекистане понимают то, что говорят в Киргизии. Они друг друга примерно понимают. Это как в Чечне понимают то, что говорят в Ингушетии. Есть понимание слова. Они языки разные, но друг друга понять могут. Ну, то же самое, ладно, далеко не ходить. Это то же самое, что русский и украинский. То же самое, тоже друг друга понимаем. Нет никаких сомнений в том, что персидский язык относится к эндоевропейской семье языков. Если вы посмотрите на такие слова, как «дочь», «брат» и, например, «числительные» от одного до пяти, то сразу станет ясно, что перед вами нечто очень знакомое. И это далекое, но все же ощутимое раствор – лишь одна из многих деталей, благодаря которым персидский язык кажется безумно интересным. Учите персидский. Форсера, йот вегерит. Это очень интересные языки мира, в которых есть свои тонкости и нюансы. Что ж, ребята, что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.